Добрый день, коллеги. Это наше сегодня уже третье совещание по проблемам градостроительства. Были правила игры, которые действовали, которые работали. Конечно, сегодня мы видоизменяем правила и говорим о том, что сегодня нужен нам чуть другой Краснодар. Мы сегодня уходим от точечной застройки в городе Краснодаре, именно в историческом центре. И сегодня надо понимать, что исторический центр должен остаться таким же комфортным, удобным для жизни и для наших последующих поколений. От нас зависит его облик, и только от нас, и от сегодняшнего строительного комплекса. Здесь никто строительный комплекс в крае или в городе не убивает. Просто мы говорим, коллеги, давайте придем к определенному знаменателю, к определенным правилам. Давайте придем к тому, чтобы правила землепользования и застройки соответствовали генплану. А генплан соответствовал правилам землепользования и застройки. Мы не можем строить по понятиям, коллеги, но уже сто раз говорил. И каждый как договорился, насколько договорился, настолько и поехал, настолько этажей поднял. Даже не просто вакханалия, это какой-то умышленный произвол, притом граничащий с безрассудством. Те, кто решает эти вопросы за счет того, чтобы просто сделать какую-то экономику. Коллеги, благодарность потомкам через 20, 30, 50 лет, она никаким рублем не измерится. Я давал поручение, чтобы мы привели в соответствие генплан с правилами землепользования и застройки. Чем быстрее мы это сделаем, я еще подчеркиваю, не останавливая строительство или застройку Краснодара, тем это будет лучше. Юрий Николаевич, Вам слово. Коллеги, добрый день. Повышается ответственность в работе и при выдаче разрешений на строительство. Вдвое возросло число отказов в разрешении строить со 109 в 2015 до 201 в текущем году. Основная причина отказов была сформулирована в виде поручений в нашем январском совещании. Это несоответствие зон по генплану и правил землепользования и застройки. По моему поручению, еще в июне я говорил, что надо сделать реестр так называемых надежных застройщиков. Мы его сделали? Мы его сделали. Месяц назад в этом реестре было первые 36 компаний. На сегодняшний день около уже 60 компаний вошли в этот реестр, по которому покупатель будущего жилья может оценить, что это за компания, каким активом она обладает, самостоятельно ли строит, наличие техники, наличие налогов, количество проблемных домов. Это те застройщики, за которые в принципе власть несет ответственность. И гарантируют, что те, кто приобретает у них жилье, защищены и находятся под гарантией государства. Те застройщики краевых властей и муниципальных. А все остальные, которые не попали, допустим, и с ними, те, кто хочет перебрести жилье, вступает в договорные взаимоотношения, это их коммерческий риск. То есть в этом случае мы определили правила игры. И теперь, пожалуйста, все, кто хочет быть дольщиками, должны играть по этим правилам. И власть вот здесь сделала все для того, чтобы увести людей или тех дольщиков потенциальных от этого коммерческого риска. А вот единый МФЦ для застройщиков, мы его создали или не создали? На сегодняшний день ведется работа с Андреем Анатольевичем Алексеенко для того, чтобы мы понимали единые правила для ресурсоснабжающих организаций и строительных организаций по получению технических условий и по возможности их реализации, чтобы не получить дома без сетей. Коллеги, я просто говорю о том, чтобы подключения к сетям были реальными. Именно в этой части. А не вымышленными. И не надо же их перепроверять, эти ресурсы и лимиты. И не за большие деньги в том числе. А получается так, без денег ничего никому нету, а за деньги все есть. Поэтому МФЦ, я надеюсь, он делает прозрачными эти взаимоотношения. И такого быть не может, что не было лимитов, и для кого-то они появились. Второй момент, на который я хотел бы еще обратить внимание, это долгострой. Вот Владимир Владимирович, что с ними делать, если больше пяти лет оно стоит? Его и домом не назвать. И уже строящимся домом тоже сложно. Все дома, которые сегодня являются проблемными, мы их знаем. Большая часть из этих домов – это проблемы обманутых дольщиков. Необходимо и создаю ассоциацию дольщиков по проблемным домам под своим руководством. Главное, чтобы знать, на самом деле мы это делали вовремя, потому что и так, если свыше пяти лет он стоит, не строится, то абсолютно верно, что тревога уже не за горами. И здесь надо максимально уже реагировать сейчас на то, что происходит. Еще третья тема, о которой я хотел обратить внимание, все-таки при проектировании микрорайонов, первое, что должно проектироваться, это школы, там, точнее, должны быть отражены школы, детсады и поликлиники. А потом уже жилая застройка, жилые дома. Разрешите вас поблагодарить, что вот третья встреча, они просто не проходят как разговор. А вопросы, которые мы задавали, они сняты. Надо дать должное. Вот мы услышали, приняли игры, это правила игры ваши. И нам дать должное, что сегодня нас услышали. В контексте этого разговора есть один вопрос, хотелось бы его очень поднять. Сегодня разделили практически строительный комплекс. Предприятия «Строиндустрия», они ушли в промышленность. И остались чисто только строители. Когда раньше они были в одном кулаке. Вот, Юрий, скажите, есть строиндустрия, бизнес, есть строительный бизнес. Вот давайте попытаемся, на самом деле, их в один холдинг собрать. Понятно, где-то по-разному, но собрать. Попытаться с ними договориться о преференциях в стороны государства, на уровне муниципалита и субъекта. И чтобы они попытались заработать вместе. Вот вариант. Принимается. И такой вот холдинг, пусть его образуют на Кубани, в нашем регионе, он будет первым. Вот такой союз между индустрией и самим строительным бизнесом. Строй индустрии и строй бизнес. И тогда они будут балансировать, как бы пытаться. Это рыночный способ, но, поверьте, где-то как-то кто-то кому-то уступит. Где-то пойдем на преференции, где-то пойдем на что-то. Но попытаемся эту модель запустить. Коллеги, ну, все, будем завершаться. Архитекторы меняются, главы городов меняются, мэры меняются. И губернаторы тоже меняются. Вот генплан должен остаться. Давайте сделаем такой генплан, чтобы и через 100, 200, 300 лет наши потомки гордились. Почему мы не можем жить в будущем? Почему мы живем экономикой собственного кармана? Своих внуков или правнуков в глазах, представляете, они будут ходить по какому городу? На наш век хватит еще деревьев, зеленых скверов, парков хватит. А вот они, к сожалению, могут их видеть только на картинках. Я тоже хочу сказать спасибо за понимание. Я чувствую и по глазам вижу, но есть. Поэтому давайте сделаем дело. Давайте сделаем результат.